Когда мы говорим про климат арктических городов, мы прежде всего имеем в виду климат территорий, которые находятся близко или севернее Северного полярного круга. Если говорить о общем количестве таких городов, то их в принципе немного, потому что Арктика, конечно же, не населена, так как населены другие территории, допустим, градусов на 10 южнее, то есть там среди них лидером является наш Санкт-Петербург, который самый северный город-миллионник на планете, то есть он такой вот и уникальный случай. Да и с другими городами в Арктике Россия держит уверенное первенство, потому что если мы возьмем топ-5 самых крупных городов за полярных кругом, то топ-4 будут наших и где-то на месте на четвертом втиснется норвежский Тромсю, его еще называют Северным Парижем. Вот это, кстати, сразу оговорюсь, единственный город, в котором наша группа не производила исследований, в том числе потому, что он держится особняком, он не совсем континентальный, как вот остальные, то есть как наши гиганты Мурманск, Норильск и остальные. Но вот эта вот вся тема исследований началась совсем недавно, то есть еще 20 лет назад, если бы сказать о том, что о климате арктических городов неизвестно в принципе ничего, то никто бы не ошибся. И первые исследования начались в Аляске. На Аляске находятся несколько достаточно крупных городов, и один из них очень удачно попадает и за Северный Полярный Круг, и также попадает в зону арктического климата. Но если бы мы посмотрели на него с борта самолета, то конечно наш российский взгляд сказал бы, что какой это город, но это такая вот достаточно раскинувшаяся деревня. То есть это Фейербэнкс, в котором находятся одни из лучших в мире арктических исследовательских университетов. Кстати, университет в Фейербэнксе самое высокое здание, то есть за счет сейсмичности запрещено строить здание выше трех-четырех этажей. Четыре этажа — это как раз построенные по достаточно новым технологиям здания арктического института университета Фейербэнкса, с которого видно весь город, он расположен немного на холме, и с него как раз видны эти достаточно тяжелые климатические и экологические последствия загрязнения воздуха, которые там наблюдаются. Об этом мы еще, конечно, поговорим. Потому что, конечно, просто так ничего не изучается, потому что как раз когда мы говорим об изучении арктических городов, то есть их климата, какие-то усилия действительно предпринимались при их планировании. Но, естественно, все имеет свою целью сделать более комфортным проживание человека в широтах и в условиях, которые, в принципе, для стандартного европейского человека достаточно тяжелы. То есть если не заниматься традиционными видами деятельности, как на северах, соответственно, это либо охота, либо собирательство. Ну вот в редких случаях рыболовство, потому что рыболовство понятно, что полгода, когда океан или реки покрыты льдом, то рыбу, естественно, ловить достаточно непросто. То есть если вот этого не делать, а пытаться заниматься традиционной деятельностью умеренных широт, то в этом случае, конечно, тяжело. Поэтому тяжело не только физически, но тяжело и психологически. То есть и в советское время огромное количество исследований именно медицинских были направлены на то, чтобы сделать труд и проживание людей в арктической зоне комфортным, в том числе с психологической точки зрения. Поскольку если человек, что вполне возможно, впадает в зимнюю депрессию, у него ухудшается и производительность, и естественно, качество труда, то есть люди начинают чаще болеть. И в итоге, конечно же, вся эта история с постоянными арктическими поселениями, которые есть практически только у нас в той мере, в котором они развиты на земном шаре, то, конечно, это все становится вопросительным направлением в городском планировании и расселении. Потому что если мы говорим о коренных народах, которые, естественно, обходились без всяких городов, то они, безусловно, и у них и характер питания был такой, что позволял с этим бороться, и характер самопостроения жизнедеятельности. То есть если мы переносим себя в таком виде, в котором мы обычно существуем, в котором мы занимаемся традиционной деятельностью и имеем традиционный рабочий день, то есть восьмичасовой, то если мы планируем это перенести за полярный круг, то становится, конечно же, тяжелее и тяжелее, и в том числе с психологической точки зрения. Хорошо известно, например, как с этим борются Финляндии. То есть это традиция постоянно организовывать различными причем способами, как естественными, так и с помощью каких-то таких вот дополнительных, распылять аромат кофейных зерен. То есть если вы заходите в какой-нибудь, особенно на севере Финляндии, в любое либо правительственное, либо такое рабочее учреждение, то, скорее всего, вас встретит именно этот аромат, потому что он в том числе позволяет бороться вот с такими негативными психологическими последствиями, как сезонная зимняя депрессия, и делать проживание более комфортным. Поскольку о климате было известно очень немного, то первые исследования появились на рубеже 20-го и 21-го веков, когда попробовали действительно сравнить климат уже с организовавшихся городских поселений и стартовали именно в Фаербэнксе с климатом окружающей территории. И естественно обнаружили достаточно заметную тепловую аномалию, потому что в таких широтах дома невозможно не отапливать, каким бы путем это ни происходило. То есть либо центральное отопление, как у нас, либо отопление электрическое или газовое в других районах. И за счет этого, конечно же, города видятся такими тепловыми возмущениями на карте, особенно если посмотреть, допустим, тепловую карту со спутника. И это тот самый остров тепла, который был открыт в Англии еще два столетия назад и который существует в любом практически крупном городе. Но самое интересное, что если в Москве, например, максимальная вот эта вот величина тепловой аномалии приходится на лето, на летний период, то есть когда за счет строительных материалов наши улицы московские достаточно сильно раскаляются за день и отдают свое тепло вплоть до глубокой ночи, считается, что еще где-то максимум вот этого явления, он приходится на поздний вечер. То есть когда мы с вами, допустим, засидевшись на работе, идем вечером до метро уже в темное время суток в Москве, нам все равно тепло. То есть и в Москве вот это максимум явлений приходится на лето, а в полярных городах, что вполне естественно, это как раз долгая полярная зима, когда практически любой дом вынужден себя отапливать. И в том числе исследования нас и наших коллег в России и наших коллег за рубежом показывают, что зимой интенсивность подобных аномалий, она, конечно же, такая, которую трудно отжидать от таких небольших городов. Например, когда мы начинали исследовать с небольшого города Кольского полуострова Апатита, я буду рад сделать комплименты всем его жителям, то есть это интеллектуальный центр, в том числе и европейской Арктики, причем как нашей, так и всего региона, включая Скандинавию. Внезапно мы обнаружили в нем тепловые аномалии, которые сравнимы с московскими. Город населением в 50 тысяч создавал тепловую аномалию в моментальном ее измерении до 10-12 градусов, то есть он был теплее окружающей среды именно настолько. В Москве такие условия наблюдаются, например, поздней осенью, когда в пригородях уже морозно, местами даже выпадает снег, а в центре Москвы еще предположительная температура. Но последующие исследования показали, что тут дело не только в самом городе, а дело еще в его рельефе. Город расположен на холме, и тут нужно сказать много комплиментов именно планировщикам советским, которые выстроили город на вершине холма, что позволило ему оставаться достаточно теплым за счет того, что холодный воздух естественным образом опускается ниже, так еще и не оставаться в этой сгущающейся в полярных условиях именно так называемой глубокой приземной инверсии, которые прибывают все, в том числе автомобильные и технологические выбросы, именно к тому уровню, на котором происходит жизнедеятельность человека. В эту ловушку как раз попал американский фейербэнкс, потому что изначально его открыли, и он достигался по реке, то есть он был расположен как раз в таком же холмистом рельефе в долинах, и на данный момент это один из самых, к сожалению, загрязненных городов Соединенных Штатов, потому что в тяжелых зимних условиях образуются вот эти глубокие инверсии, и уровень загрязнения приземного воздуха достигает максимума для всех Соединенных Штатов. Это огромная проблема, и администрация Соединенных Штатов с этим сейчас борется, вкладывая огромные средства и в исследования, и в методы предсказания и борьбы с этим явлением, потому что это в таких холодных условиях моментально сказывается на здоровье. К примеру, если есть выбор жить в городе с равным загрязнением, то нужно выбирать более южный, потому что наша, в том числе, дыхательная система приспособлена к тому, чтобы сглаживать этот эффект, если за бортом, если на улице достаточно тепло. Когда холодно, естественно, это и повторяемость простудных заболеваний, и других заболеваний верхних дыхательных путей, и если воздух грязный, то есть в том числе он загрязнен частицами сажи, то в этом случае урон здоровью наносится максимальный. То есть с этим борются, а все в итоге получилось из-за того, что город был не очень удачно расположен. То есть наш город Апатита этого избежал, за счет этого того, что в нем и вентиляция лучше, и в принципе теплее. То есть если говорить про будущее, то возможно когда-то появится возможность в том числе как-нибудь варьировать ситуацию с отоплением. То есть за счет, допустим, если погодные условия будут достаточно удачными, то возможно можно даже чуть-чуть подэкономить. Но делать очень осторожно, чтобы, естественно, не дай бог, и это первое требование во всех арктических городах — не заморозить население. К сожалению, другой наш полярный бриллиант Норильск тоже не отличается вот этим качеством воздуха. Он во многом похож на Фейрбэнкс по сходным проблемам, у них одинаковый арктический тип климата и повторяемость вот этих инверсий делает в том числе жизнедеятельность населения при большом количестве выбросов достаточно опасной. К чести нужно сказать, что в последние два года с момента нашей первой экспедиции в Норильск прошло уже около шести лет, и мы этого еще видели достаточно серьезные проблемы, в последние два года наметились очень серьезные сдвиги, и возможно, соответственно, опыт Фейрбэнкса и Норильск может быть привнесен в новые города. То есть особняком стоит наш и вообще крупнейший город всего Заполярье, наш единственный практически незамерзающий порт в умеренной зоне — это Мурманск. Он, конечно, теплый из-за Гольфстрима, то есть там вот эти городские эффекты практически абсолютно не видны. То есть он полностью обогревается заливом, то есть и за счет этого он, конечно, такой вот помимо самого северного в мире Макдональдса, он еще отличается тем, что в нем городских эффектов практически нет. Ну и когда мы говорим вообще про арктические города, то есть что про наши, что про норвежские, что про американские, мы, конечно, имеем в виду, что вследствие роста количества населения люди будут двигаться к полярному кругу. Они будут двигаться к полярному кругу, поскольку там будут в том числе осуществляться и промышленная деятельность, и условия для жизнедеятельности будут более комфортны. Население будет перемещаться к более северным регионам, и насколько мы сейчас получим полное представление о климате вот этих вот территорий, настолько грамотно мы спланируем города будущего, которые неизбежно будут там возникать, и тем больше жизней наших потомков или последователей, кому как больше нравится, мы сбережем, если сделаем это правильно. Идеальный пример — это как раз соотношение планирования в Апатитах и в Фейербэнксе, то есть грамотно просто организовав и спланировав город, можно избежать огромного количества проблем, которые могут обрушиться в будущем. Мы думаем о том, что когда-нибудь Севморпуть естественным образом станет более удобным для судоходства, а в таком случае практически весь он будет усеян небольшими городами, в которых будет осуществляться и обеспечение транспортной деятельности, и постоянного проживания населения, как заведено на нашем Арктическом Севере. То есть у нас в России люди постоянно проживают в этих тяжелых регионах, а за рубежом, и это основное отличие, вот такие добывающие, к примеру, месторождения, места добычи полезных ископаемых, там добыча и проживание, и человеческая деятельность осуществляется исключительно вахтовым методом. У нас не так, у нас не так уже достаточно большое количество времени, и если мы хотим сохранить эту практику, то, естественно, мы должны иметь самое полное представление о климате арктических городов для того, чтобы эти старые и новые города становились для людей все более и более комфортно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова